Всем привет! Сейчас испытаем вот такой вот маленький чудесный насосик. Легенький-легенький. Попробуем, надует ли он здоровенный фишпакрафт-танк. Поехали! Как видно, он не набивает до полного рабочего давления, но заполняет всю емкость лодки. А это значит, что можно чуть-чуть додать давление в лодку другим насосом, и она будет готова к выходу. В случае сверхлегких пакрафтов, там можно просто додуть рту. А для лодок, которые работают на более высоком давлении, например, в районе 0,2-0,3 атмосферы, можно применить самый простой поршневой бествейвский насосик ручной, маленький такой. Он тоже весит там около 100 граммов, и спарка вот этого насоса вот с тем будет вообще замечательной. Это поднимет объем лодки, набьет объемы, а тем насосом, буквально несколькими движениями, можно докачать лодку до рабочего давления. Поэтому очень хороший вариант получается. Сейчас вторую секцию докачаю. Прелесть этого электрического насоса еще в том, что можно, пока он накачивает, заниматься какими-то другими вещами. Например, готовить рыболовные снасти или подготавливать вещи для того, чтобы грузить их в лодку. В общем, экономит время. Заряжается этот насос просто от 5-ти вольт USB. Сейчас зарядка практически заводская. Я почти не заряжал. Буквально минут 15 USB воткнул. И тем не менее, вот насос накачивает. Он не собирается сдаваться. А теперь посмотрим, как он сдувает. У него есть даже функция сдувания лодки. Для этого этот переходник вставляется в верхнюю часть. Сначала просто пустим вольт. Естественным образом. Это покрафт-танк. Он из очень жесткой ткани. Поэтому, если у вас покрафт, допустим, из тонкой ткани, из ТПУ, то надуется лодка плотнее. И добивать нужно будет меньше. Это толстая ПВХ-ткань. Вот и все. Весь воздух откачан. Здорово. Не ожидал. Результат меня впечатлил. Поэтому попробую на той же зарядке надуть обычный фишпакраб. Поехали. Когда вы услышите, что тон звучания стал выше и более резче, это значит, что насос достиг своего максимального возможного давления. И его надо отключить. Вот, как видно, покрафт уже обрел форму. Остается совсем чуть-чуть. Если у вас стоит лепестковый клапан, вы можете просто дадуть ртом. Здесь стоит клапан голубевого, поэтому ртом дадуть не удастся. А если применить маленький, легкий 100-граммовый насосик, бездвоевский, очень быстро можно достигнуть рабочего давления. Попробуем теперь откачать воздух. Можно оставить лодку на пару-тройку минут. Зачем делать насосу лишнюю работу, если воздух при открытом клапане сам по себе выходит до какого-то момента. Можно вот так вот лодочку взять, пополам сложить, тогда она вот под удвоенным, можно сказать, своим весом будет легче выпускать воздух. Но мы не будем этого дожидаться. Вот, немножко воздуха вышло. Попробуем откачать с помощью этого электрического насоса. Насос готов. Запускаем. Вот и все. Насос выкачал воздух практически до вакуума. Меня очень удивила работа этого насоса. Накачивает здорово, накачивает быстро. Да, он не достигает полностью рабочего давления, но самую важную работу по надуванию лодки, это набивание ее объема, он выполняет на ура. Кроме того, он отлично откачивает воздух, что позволит очень компактно свернуть вашу лодку после вашего похода. Тут фактически был заводской заряд. Я только чуть-чуть заряжал этот насос, и он спокойно надул здоровенный покрафт-танк, после этого сдул его, после этого еще надул и сдул фиш-покрафт. Это тоже не самый маленький покрафт. Емкость аккумулятора у него очень хорошая, примерно хватает на час работы. А час работы при такой производительности это очень много.